Керлинг Для всех этих людей керлинг на колясках – это больше, чем просто спорт. Каждая команда – семья, каждый энд – период жизни, который вернул их керлинг. После тяжелых травм, страшных аварий, прикованной к инвалидной коляске, они не сдались, они победили себя. Учились заново жить, мыслить, продолжали бороться. Керлинг оказался самым подходящим способом адаптации к новой жизни. До этого я занималась баскетболом, большим теннисом, но где-то вскоре, уже через годик, понимала, что это не мой вид спорта, потому что с травмом пасмышленка очень трудно совместить такие виды спорта, потому что там очень резкие движения, повороты корпуса. Керлинг, в общем-то, такая игра, ну вот вы сами видели, она очень затягивает. Здесь нужно думать головой, здесь нужна четкость, уверенность в своих действиях. Они преодолели жизненные трудности и вышли на паралимпийский лед – решать игровые задачи. Керлинг – игра тактическая, но порой непредсказуемая. Спортсмены должны понять и почувствовать лед с первых эндов. Порой камни выстраиваются в сложные и запутанные комбинации. И в то время, как для одной команды – гарды, защита первых позиций, для второй – это преграды на пути к победе. Но не главная проблема. С этой ситуацией они готовы справиться, даже в случае проигрыша, выйти победителями и двигаться дальше. Все вчерашнее, как бы оставили вчера, сегодня новый день с новыми силами за свою работу. В 2006 году Керлинг на колясках вошел в программу зимних паралимпийских видов спорта. С этого времени бессменные лидеры – канадцы. Они дважды становились паралимпийскими чемпионами. Непобедимый Джим Армстронг, легенда Керлинга, уверенно ведет свою команду к победе. 10-4, 16-0. Канада обыгрывает своих соперников с разгромным счетом. В его игре тонкая стратегия. Он знает, когда выступить, как победить и зачем проигрывать. Самые яркие победы и самые громкие поражения. Как в жизни? Сегодня удача улыбается одним. Норвегия обыгрывает Корею 10-0, Британия – Словакию 12-2, а завтра у Фортуны уже другие фавориты. Малейшие тактические ошибки или технические просчеты в силе и точности броска. И вчерашние победители сегодня на последних строчках рейтинга. Эмоции здесь не считают слабостью. Их не принято скрывать. Смех и слезы, радость и разочарование. Они не носят маски. Они живут керлингом. Они не боятся быть собой. Быть смешными. Быть молодыми и свободными. Быть открытыми. Они не скрывают своего прошлого и ценят настоящее. Какое было ощущение, что не со мной это дело происходит. Потому что, ну, сами понимаете, я родился в советское время в Челябинске, который был достаточно закрытый город. Лучшее, что мне светило, это поездка в Болгарию по профсоюзной путевке. А сейчас вот с командой, можно сказать, объехали полмира. Ну, побеждали. Нас учили наши соперники. Ну, вот, докатились до такой жизни. На играх в Сочи у сборной России по керлингу на колясках паралимпийский дебют. Они вместе с 2007 года. За это время для каждого спортсмена команда стала второй семьей. Они проживают одну на всех жизнь на льду. Они делят победы и разделяют горечь поражений. Керлинг не только для меня, но для всей нашей команды. Это просто жизнь. Это движение, это возможность двигаться, расти, становиться лучше. И, может быть, люди, смотря на нас, тоже начнут заниматься этим видом спорта. Как вторая семья. Ну, сейчас уже за последнее время, наверное, как первая. Потому что мы практически не расстаемся. И, да, в семье. Первый паралимпийский матч. Две команды-дебютантки «Россия-Китай». С первого энда напряженная борьба за каждый камень. Команда России вырывает победу. Счет 5-4. Второй соперник России – лидеры мирового керлинга. Сборная Канады. Опыт выигрывает. Счет 5-4. В этот раз в пользу топ-менов керлинга на колясках. Три матча подряд. Россия обыгрывает своих соперников с преимуществом в семь очков. Сборная Финляндии, Швеции и Кореи. Великолепная четверка оставляет позади еще одних лидеров. Американцев. 6-5. Впереди решающий матч с Великобританией. Лед с первых же эндов полностью принадлежит России. В седьмом сборная России ставит в дом 5 камней. Игра заканчивается досрочно. Эта игра важная. Она середина игр. Либо мы переходим границу эту, экватор. Экватор случился вчера, но вот это должен перевес быть. Поэтому было важно выиграть. Очень важно. В полуфинале наша сборная встретилась с командой Британии. Родоначальникам керлинга реванша взять не удалось. Россияне выиграли со счетом 13-4. При этом установив новый паралимпийский рекорд. Они поставили 7 камней в дом в одном энде. Финал и встреча с канадцами команду Джима Армстронга обыграть не удалось. Итог первых паралимпийских игр для нашей сборной по керлингу на колясках. Россия. Серебряные призеры. Наша дружина, наши 5 человек, которые сегодня были на площадке, делают историю. Вот то, что уже произошло, это уходит в аналог истории. Мы стали вторыми. Паралимпийские игры – это вдохновение, это сила духа, пример для подражания. Для спортсменов с ограниченными возможностями керлинг на колясках – это спорт практически без ограничений. И после игр в Сочи он может стать доступнее. Можно научиться АЗАМ достаточно быстро, потом просто набирать игровой опыт. И у многих есть шанс, скажем так, попасть в хорошую команду и занимать какие-то хорошие места на соревнованиях. Да, я думаю и уверен, и знаю точно, что для керлинга на колясках нету никаких, скажем так, преград. Паралимпийские игры в Сочи доказали – нет ничего невозможного. Они дали нам новых героев, с которых хочется брать пример, которые показали нам, как добиться своей заветной цели, осуществить мечту, преодолеть себя и свой страх. Продолжение следует...